Строительство школы на улице Северной должны начать летом 2017 года. Такое поручение городским властям дал глава региона Олег Кувшинников на архитектурно-градостроительном совете. Сегодня 27% школьников ОЛОК доучится во вторую смену. За год это количество немного сократилось за счёт перепрофилирования ряда помещений в учреждениях образования. Но для кардинального решения проблемы нужны более серьёзные шаги. Тем более, что переход школ на одну учебную смену – это поручение президента страны. Наибольшая нагрузка в районах, которые в последние годы массово застраивались и где имеются условия для дальнейшей перспективной застройки. Это в первую очередь район Водники, Заречье, район улиц Гагарина-Петина, Псковское-Ахмыльцево, ПЗ Зелёный город, район Бывалово, Беляево-5 микрорайон. В школы города учится почти 37 тысяч человек. К 2020 году цифра вырастет до 40 тысяч. С учётом прогноза и уже имеющейся нагрузки на протяжении трёх лет, в Вологде необходимо построить четыре новые школы. Приоритетные места для их размещения уже определены. Это улицы Северная, Ахмыльцевская, Применина, Коневый, район Старого шоссе. О строительстве первого учебного заведения на улице Северной глава региона Олег Кувшинников принял решение на архитектурно-градостроительном совете и дал соответствующее поручение городскими областным властям. Приступить к формированию конкурсной документации на строительство образовательной школы и объявить конкурс с началом строительства не позднее 1 июня этого года. Подготовить финплан на 17, 18, 19 годы софинансирование из бюджета трёх уровней для безусловного сдачи в эксплуатацию школы к 1 сентября 2018 года. В этом году городские власти должны определить место для строительства ещё одной школы, подготовить проект привязки и подать заявку в федеральную целевую программу на 2018 год. Параллельно в Вологде прорабатывается вопрос о создании пристроек к существующим учреждениям образования. Такие возможности есть у 10 школ областной столицы. В сжатые сроки город должен подготовить пакет документов по тем учебным заведениям, которые готовы начать эту работу, не прерывая учебного процесса. Глава региона лично представит документы министру образования России Ольге Васильевой 14 марта. Также на архитектурно-градостроительном совете были рассмотрены вопросы строительства новых детских садов и ремонта уличной дорожной сети города. По обоим пунктам Вологда получила поддержку области. Так, 50% невыплаченной стоимости работ на объекте по улице Доронинской правительство региона возьмёт на себя. Освободившиеся средства город направит на разработку проекта ещё одного дошкольного учреждения. На ремонт дорог и тротуаров областной столицы в 2017 году область дополнительно выделит 100 миллионов рублей. Таким образом, всего на эти цели будет направлено порядка 400 миллионов. Планируется провести работы на улицах Чехова, Засимовская, Яшина, Петина, Окружное шоссе и других. Список адресов для ремонта тротуаров будет согласован с ТОСами и Общественным советом Вологды. Ольга Хрипина, Александр Спиричев, Максим Тышковец, Вологда Портал.